Всем привет! Куда пропала и почему не снимается в кино? Красивая и успешная модель и актриса Мария Сёмкина. Наверное, уже не осталось в нашей стране, да и за рубежом людей, которые не знают Марию Сёмкину, урожденную Йофис. Если не удавилось увидеть её в кино, о фильмографии этой актрисы более 40 кинопроектов, значит могли увидеть в рекламных роликах, на постерах, а мужчины много лет любовались на фотографии красавицы в журналах «Плейбой» и «Максим». В последнем 2000 году Мария завоевала громкий титул «Девушка года», а потом несколько раз была девушкой месяца, вплоть до 2006 года. Сложно поверить, но в подростковом возрасте Мария была чрезмерно стеснительной и закомплексованной девочкой. Её считали гадким утёнком, и она сама была полностью согласна с этим мнением. К 16 годам она расцвела, но тогда не оценила всю силу своей красоты. После школы она поступила на экономический факультет Университета народного хозяйства в родном городе Ростове, а в 20 лет вышла замуж за однокурсника. Вскоре она стала мамой и, скорее всего, стала бы вести обычный образ жизни, какой в нашей стране ведут миллионы женщин. Ясли садик, работа, дом, но в её судьбу мешался мистер Случай. Был у девушки друг-фотограф, который послал её снимки на конкурс, который проводил АИФ на Дону совместно с модельным агентством Image Elite. И она выиграла с Марией, тогда уже Сёмкиной. Заключили договор и отправили в Москву. Там красавицу стали снимать для рекламы знаменитых брендов, ювелирных украшений, косметики, парфюмерии, одежды, нижнего белья. Постеры с её изображением украшали столицу и другие города России. В 22 года она уже ходила по подиумам Франции, Японии, Италии и Южной Кореи. В кино она попала случайно. В первые проекты её приглашали как украшение. Её лицо уже было хорошо знакомо. И производителям фильмов и сериалов хотелось, чтобы это красивое лицо мелькало на экране. У девушки не было профильного образования. И она стеснялась называть себя актрисой. Хоть снималась в 2000-м, она достаточно много. С 2006 года Сёмкиной стали доверять главные роли. И она всерьёз задумалась о поступлении в театральный вуз. Но на учёбу тогда не было времени. Мария работала подолгу в разных странах и отсутствовала подолгу в Москве. И смогла осуществить своё намерение лишь в 2011 году. Уже 15 лет она счастлива во втором браке. Но личность своего мужа она не раскрывает. И фотографии его нигде не выкладывает. Оставляя за собой право на личную жизнь. Зато 23-летний сын Михаил – частый гость на её страничке в Инстаграм. Мария делится любыми новостями о его жизни. И даже показала невесту сына. Сама она называет себя сейчас так, как счастливая путешествующая йогиня-актриса. Она уже много лет занимается этими практиками. И участвует в международных йога-челленджах. Путешествия по всему миру. И выкладывая обязательные фотоотчёты. Изредка она принимает предложение режиссёров сняться в кино. А также имеет действующий профиль на Fashion Model Directory. В свои 44 года Мария выглядит девчонкой. Сохранив идеальную фигуру и задорный взгляд. Не стесняясь, она и показывается без макияжа. И так кажется ещё моложе. Она не переживает по поводу невостребованности в кино. Пробует себя в новых делах. Например, с подругой из Японии она открыла студию дизайна интерьера. И в настоящий момент усердно рекламирует её услуги. Они предлагают строительство домов, декор, дизайн, ремонт без стресса и обмана. Обещают сделать ваш дом красивым и подобрать мебель. Так что Мария не страдает насчёт того, что она уже не снимается в кино. Она считает себя и так вполне счастливым человеком. Но мы прекрасно помним её прекрасной работой в кино. И хотелось бы чаще видеть это красивое лицо на экранах своих телевизоров. Всех благодарю за внимание. Желаю вам всего доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok